Граждане Молдовы Законопроект о государственных налогах, который предусматривает рост стоимости некоторых пошлин и добавление новых, был одобрен голосами 52 депутатов 29 декабря. Если документ пройдет окончательное чтение, граждане, которые будут оспаривать протоколы следственных органов, например, патрульных инспекторов, должны будут сначала заплатить пошлину в размере 200 леев. Заявление об отводе судьи обойдется в 400 леев. Столько же придется заплатить за перенос судебного заседания. За более чем три отсрочки предусмотрена пошлина в 3200 леев. Союз адвокатов подверг эту законодательную инициативу резкой критики. По мнению экспертов, этот закон ограничивает доступ граждан к правосудию. На мой взгляд, авторы этого законопроекта несколько поторопились. Мы понимаем, что государству нужно пополнять бюджет страны деньгами, но это нельзя делать за счет ущемления прав истцов на свободный доступ к правосудию. И за счет процессуальных прав, попадающих под определение справедливого судебного разбирательства, предусмотренного статьей 6 Европейской конвенции о правах человека. Дарин Папеску рассказал, что в течение недели Союз адвокатов сформулирует мнение относительно этого законопроекта и внесет туда ряд поправок. Также глава Союза адвокатов подчеркнул, что не последним в принятии этого закона должно быть мнение Министерства юстиции. Минюст тоже должен выступить со своими предложениями и поправками. Также Министерство юстиции должно провести правовую экспертизу, согласно закону номер 100 от 2017 года, в части нормативных актов. Тогда, я думаю, все мнения будут учтены. Мы попытались связаться с министром юстиции Сергеем Литвиненко, но он на наши звонки не ответил. В свою очередь, эксперт в области права Теодор Кырнац раскритиковал законодательную инициативу, заявив, что считает ее неконституционной. На мой взгляд, никаких законов и налогов не должно применяться гражданам, которые участвуют в административных процессах. Потому что люди бросают вызов некомпетентности государственных органов, злоупотреблению властью. И это единственный инструмент, который есть у гражданина. Борьба с властью – это протест, а когда нарушается прямое конституционное право, нужно идти в суд. А повышение пошлин демотивирует людей обращаться в суд. Это неконституционно. Авторы законопроекта утверждают, что он разработан с целью корректировки нормативной базы и создания бюджетного баланса между обеспечением качественными государственными услугами и обязанностью граждан, которые этими услугами пользуются. Председатель парламентской юридической комиссии по назначениям и иммунитету Олеся Стамати, одна из авторов законопроекта, заявляла для Зеаролдегарда, что этот проект необходим, поскольку размер судебных издержек не корректировался уже много лет. При этом в проекте появились новые пункты, связанные, например, с неоднократным переносом судебных заседаний. Дополнительную плату за это объясняют необходимостью дисциплинировать участников процесса. При этом Олеся Стамати рассказала, что между первым и вторым чтением пройдут общественные консультации, принять участие в которых смогут все желающие. Газ, поставляемый Газпромом на левый берег Днестра, подорожает больше, чем в половину. По крайней мере, по документам, так как считать Располь по-прежнему не оплатил. Молдова Газ сообщает, что в январе российское голубое топливо для Приднестровского региона будет стоить около 1230 долларов за 1000 кубометров. При том, что в прошлом месяце цена не превышала 785 долларов. Существенное подорожание газа от Газпрома не окажет влияния на потребителей на правом берегу. Вот уже больше месяца весь объем российского газа, почти 6 миллионов кубометров, поступающих ежедневно, перенаправляется в Приднестровский регион. Официальный Кишинев подчеркивает, что в этих условиях оплата всех счетов становится обязанностью Левобережья. Однако, так называемые власти региона продолжают накапливать долги, сумма которых скоро достигнет 8 миллиардов долларов. Газ, импортируемый из России, правительство приняло решение перенаправить в Приднестровский регион в обмен на обязательство поставлять на правый берег электроэнергию по льготной цене – 73 доллара за мегаватт в час. Решение было принято после того, как официальный Кишинев заявил, что хранит в Украине и Румынии объемы газа, которых будет достаточно, чтобы обеспечить потребителей топливом в декабре и январе. При этом в течение уже двух недель Энергоком пользуется резким падением цен на международных биржах и закупает газ в больших объемах. Вчера, например, Молдова купила газ по ориентировочной цене – 900 евро за 1000 кубометров. Мужчина, упавший с балкона на стадионе Кишинео-Арена, по-прежнему находится в больнице. Он в сознании, но говорить о состоянии своего здоровья отказывается. Жена пострадавшего обратилась в полицию с требованием наказать виновных. Но, несмотря на то, что прошло уже две недели, ответа у полиции до сих пор нет. На данный момент пациент по-прежнему находится на стационарном лечении в Институте скорой медицинской помощи и получает весь спектр медицинских услуг, которые ему необходимы. Пострадавший мужчина находится в Институте скорой помощи уже 12 дней. Сколько потребуется времени для его полного восстановления – неизвестно. В конце прошлого месяца представители больницы заявляли, что организуют пресс-конференцию, где представят подробности о состоянии здоровья мужчины. Сейчас же пресс-секретарь Института скорой помощи говорит, что пациент отказывается, чтобы эта информация была обнародована. Другие подробности о состоянии пациента мы не имеем права разглашать. Предоставлять информацию нам не позволяет закон о правах пациента. На днях в СМИ появилась информация о том, что после несчастного случая на Кишинеу-арена пострадавший может лишиться возможности ходить. Ответственные органы это не подтвердили, но и не опровергли. Журналисты ТВ-8 попытались выяснить детали, но и мужчина, и его жена говорить с нами отказались. При этом супруга пострадавшего подала заявление в полицию, требуя найти и наказать виновных. Правоохранители сообщили нам, что изучают записи с камер видеонаблюдения. Но никаких заключений пока не сделано. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается. Компетентные органы предпринимают ряд действий для выяснения всех обстоятельств. Мы сообщим более подробную информацию, когда расследование будет завершено. Несчастный случай произошел в день открытия Кишинеу-арена. Обрушился один из балконов, на котором находился мужчина. Он упал на пол с высоты 2,5 метра. Изначально администрация комплекса утверждала, что виной лишний вес пострадавшего. Однако потом директор арены признал, что причиной несчастного случая стал дефект сварки металлоконструкции. Сегодня мы снова попытались связаться с Эдуардом Каланчи, чтобы выяснить, кто будет нести ответственность за случившееся. Но он на звонки не ответил. Спорткомплекс был сдан в эксплуатацию с опозданием в три года. Его строительство обошлось в 43 миллиона евро. Маршрутки в столице будут курсировать в течение еще одного года. Так решил муниципальный совет. На улицах Кишинева их не должно было быть с 1 января этого года. Глава управления городского транспорта Виталий Михалаки попросил перенести срок, мотивируя это тем, что замену маршрутным такси пока не приобрели. В связи с тем, что купить транспортные средства малой вместимости не удалось, просим вас поддержать предложение о сохранении существующего парка. Водители маршрутного такси довольны тем, что смогут и дальше работать, однако жалуются, что у них нет пассажиров. Андрей – водитель 162-й маршрутки. Говорит, что два рабочих дня ему обходится около тысячи леев. Однако сегодня, например, за полдня он заработал только 18, так как у него было всего три пассажира. Людей очень мало. Сделал два круга, маршрутка пустая, расход дизеля сумасшедший, но что поделать. Водители маршрута говорят, что абонементы, действующие на троллейбус и автобусы, лишают их клиентов. Из автобусов у нас нет пассажиров, потому что там абонементы. Если снимут с маршрута нашу 191-ю маршрутку, люди будут жаловаться, потому что некому будет их возить в республиканскую больницу. Мы возим их по всему северу Молдовы, потому что они приезжают на северный автовокзал. Однако мнения пассажиров разделились в зависимости от того, в каком секторе они живут. Когда она свободна и нормально, а когда набивается, тебе в лицо дышат микробы, мне очень не нравится. Я считаю, что они не нужны. Лучше бы общественный транспорт, если бы ходил более нормально. Ну, в принципе, он нормально ходит. Думаешь, что нам нужны микроавтобусы. Возможно, человеку нужно куда-то побыстрее добраться. Они освобождают общественный транспорт от пассажиров, и это удобно. Там, где не ходят троллейбусы и автобусы, нужны маршрутки. А вы часто ездите на маршрутке? Когда как. Все зависит от того, в каком направлении еду. По данным транспортной ассоциации, за последние годы количество маршруток в столице сильно уменьшилось. Если пять лет назад на улицах Кишинева их было около 500 единиц, то сейчас не более 100. Вместо маршруток поставили троллейбусы или автобусы. Проблема в том, что сейчас мэрия сокращает некоторые маршруты. Правда, в определенный промежуток времени, когда поток пассажиров невелик. Например, как в Трушенах на маршруте номер 34. Нового расписания еще не вывесили на остановках. Однако мэрия объявляет, что время пребывания троллейбуса на остановке Скулень отметят звездочкой. Отсюда на троллейбусах номер 8 или 5 можно доехать до центра столицы, не покупая другой билет. Троллейбус номер 34 курсирует от Трушена до улицы Тегина. Летом 2021 года Кишиневский Монсовет принял решение, в соответствии с которым с 1 января 2023 года микроавтобусы не должны были обслуживать пассажирские маршруты. Документом установлены и условия, которым должен отвечать общественный транспорт. Среди них минимальная длина 6 метров 60 сантиметров, наличие пандусов для людей с ограниченными возможностями и кондиционеров. В этом году муниципалитет планирует закупить больше сочлененных троллейбусов, грузоподъемность которых вдвое больше, чем у обычных. На это запланировано 100 миллионов леев из бюджета. Международный аэропорт Маркулешт можно было бы модернизировать и использовать как логистический узел для перевозки грузов, необходимых для реконструкции инфраструктуры в Украине. Об этом заявил глава агентства по инвестициям Марин Чобану. По его словам, два всемирно известных международных оператора выразили готовность инвестировать миллионы в аэродром в Маркулештах. У нас 265 гектаров, а Маркулешт располагает всеми условиями свободной экономической зоны. Мы уже ведем переговоры с компаниями Люфтханса Карго и Фрапорт. Компания Фрапорт управляет аэропортом Франкфурта, о котором мы все знаем, и еще 30 разными аэропортами по всему миру. Люфтханса Карго – грузовое подразделение компании. В интервью одному из частных телеканалов Марин Чобану заявил, что власти Молдовы могут превратить кризис безопасности в возможности, а модернизация аэропорта Маркулешт послужит толчком для развития всего северного региона страны. Украину нужно будет восстанавливать. К сожалению, разрушена вся инфраструктура, которая есть в Украине, и будет необходимо доставлять разные грузы в Украину. Аэропорт Маркулешт можно будет использовать как транспортный узел. Во-первых, там очень большая площадь. Во-вторых, вообще у аэропорта двойное направление – и военное, и гражданское. Благодаря этому взлетно-посадочная полоса может принимать самолеты очень большой вместимости. Очевидно, что если у нас будет серьезный инвестор, он все реконструирует. Я думаю, что нам необходимо около 75 миллионов инвестиций. Марин Чабану также рассказал, что в течение двух лет ежегодные убытки аэропорта Маркулешт составляли примерно 2 миллиона евро. Поэтому лучшее решение сейчас – превратить его из предприятия банкрота в предприятие, приносящее прибыль. И сделать это можно, передав управление аэропортом иностранной компании. Однако для того, чтобы инвесторы все же пришли в Маркулешт, в соседней стране должно быть завершено строительство инженерных сетей. Также, по словам главы агентства по инвестициям, инвесторов отпугивает кризис в регионе. Предприятия, которые сокращают график своей деятельности из-за кризиса, вызванного войной в Украине или другими чрезвычайными ситуациями, могут воспользоваться помощью государства. Эта поддержка была введена впервые в ноябре 2021 года. Таким образом, 50% заработной платы работников, включенных в сокращенный режим работы, было обеспечено из государственного бюджета. Для того, чтобы экономический агент сохранил своих работников в период, когда предприятие имеет меньшую рабочую нагрузку, правительство оказывает поддержку, покрывая часть заработной платы сотрудникам компании. Для этого мы выделили около 800 тысяч леев. Среди бенефициаров – один из крупнейших производителей вина в стране. Руководство компании говорит, что в прошлом году, после начала войны в Украине, у них практически не осталось туристов. Однако поддержка государства помогла им выйти из сложной ситуации. Это помощь, как глоток свежего воздуха, денежные потоки на нуле, и тогда нет возможности платить людям зарплаты или хотя бы половину. А у сотрудников есть семьи и дети, о которых нужно заботиться. Работодатели могут обратиться за помощью в выплате заработной платы работникам, переведенным на сокращенный режим работы, заполнив форму на сайте www.dabi-dabi.araportari.gov.md 3 января футбольный мир простился с королем и вечным номером 10. Тело Пеле нашло вечный покой в мавзолее площадью 200 метров на вертикальном кладбище в бразильском городе Сантос. В последний путь легенду провожали тысячи фанатов. В течение 24 часов гроб с телом Пеле был выставлен в центре футбольного стадиона «Вилла Бель Миро», принадлежащего футбольному клубу «Сантос», за который Пеле играл с 1956 по 1974 год. Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира завершилась четырехчасовым шествием по улицам Сантоса. Процессия прошла и мимо дома матери Пеле, 100-летней Селесты Арантес, которая страдает когнитивными нарушениями, по причине которых ей не сообщали о том, что ее сына больше нет. Сестра легендарного футболиста Мария Люсия и другие его родственники вышли поприветствовать поклонников Пеле на площадку перед домом. Я считаю его источником вдохновения для себя и для двух моих друзей, которые вместе со мной играют в футбол. Мне было очень грустно, когда его не стало, и я плакал из-за этого. Я думаю, что он был совершенным игроком. Это доказывают и его голы, и дриблинг, и техника бросков. Пеле был очень хорош благодаря тому, как он невероятно развивался как игрок. Он вдохновение для всех, кто занимается футболом, в том числе и для меня. Перед входом в некрополь Пеле в Сантосе, где церемония прощания проводилась только для родных, один из шести детей футболиста Эдзиньо сказал журналистам, что теперь его отец сможет отдохнуть. Ультрасовременное 14-этажное вертикальное кладбище в Сантосе попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое в мире. Мавзолей Пеле располагается на первом этаже. Он напоминает стадион с искусственным покрытием, оформленный фотографиями короля. Единственный в мире футболист, трижды становившийся чемпионом мира, скончался в минувший четверг в возрасте 82 лет. В интервью американскому телевидению начальник гуру Украины заявил, что в марте соседняя страна планирует большое контрнаступление от Крыма до Донбасса. Кирилл Буданов также заявил, что Путин страдает неизлечимой болезнью, но все же он надеется, что война закончится до смены власти в Москве. Тем временем кремлевский лидер заявил, что отправил в дальний поход фрега с гиперзвуковыми цирконами. Об этом он рассказал во время церемонии выхода корабля на боевую службу. По его словам, это технология, которая опережает свое время с точки зрения военного изобретения. Поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз. Даже если Россия воюет с Украиной, РФ не отправит фрегат с ракетами циркон в Черное море. Шейгу заявил, что он будет находиться в Атлантическом океане и Средиземном море. Более 80 тысяч украинских вынужденных переселенцев встретили Новый год вдали от дома. Несмотря на то, что они приготовили традиционные блюда и пели украинские песни, все равно сильно скучают по родине. Очень, очень скучаю и не хватает, конечно. Ну ничего. Татьяна Шинкарюк вместе с невесткой и внучкой из-за войны переехали в Молдову. Здесь они находятся уже полгода. Женщина рассказывает, что в Украине остался сын, которого не видела уже 6 месяцев. Новый год они встретили вместе, правда, только по телефону. К празднику готовились как обычно, но тоска по дому сильно гложет. Что готовили? Оливье, как обычно. Котлеты, быточки, рыба жарена, салатики были. Женщина рассказывает, что в Молдове у них все есть, но сильно скучает по родным. Все были вместе. Мир был. Это самое главное. Ну, с прошлым годом, конечно, мы этот Нов тоже неплохо встречали. Ну, конечно, без своих близких. Без своего. У меня близкий, ну, сын. Вот этот самый родной, самый близкий человечек, которого мне не хватало его на Новый год. И эта украинка встретила Новый год вдали от дома. Нам она рассказала, что в центре, где вместе с внучкой живет уже больше 7 месяцев, праздник отметили замечательно. Было много вкусной еды и добрых людей, но мысли о том, что их близкие далеко, на войне не оставляют ее в покое. Все мысли там. Вот. Все время думаешь там о доме, как они там. Все живы, все там сплоченные, как выживают. Сложно, конечно, не сравнить. Разве мы думали, что мы в 21 веке доживем до такого? И эта многодетная семья была счастлива встретить Новый год в безопасном месте. Более того, женщина утверждает, что после всего пережитого они даже и не мечтали о таком празднике. Новый год. Я, честно сказать, очень огромное спасибо, потому что сколько здесь подарков мои дети получили. Я в Украине так не позволяла. Но я говорю правду. Дети, с которыми мы также познакомились, рассказали нам, что Новый год был для них незабываемым, так как Санта привез много подарков. В знак благодарности ребята прочитали стихи на румынском языке, которые успели выучить за это время. На вопрос, чего бы они хотели на Новый год, у всех был один и тот же ответ. Мир. Мир и все. Мира в Украине. В столичном центре временного размещения Патриалу Койл проживают около 100 украинцев. 35 из них – дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова